Добро пожаловать вновь на серию цикла передачи Добро пожаловать вновь на серию цикла передачи Добро пожаловать вновь на серию цикла передачи Но ответил ли кто-нибудь на его призыв? Проходили годы, и Юнус все призывал их к Аллаху аззавачаль Ни один человек не ответил на его дауат Ни мужчина, ни женщина, ни взрослый, ни ребенок, ни богач, ни бедняк Никто из них не уверовал в Аллаха Они насмехались и издевались над Юнусом Что они говорили ему? Все они решили насмехаться, издеваться и глумиться над Юнусом алейхиссалям Сам же Юнус все делал им дауат Проявлял терпение, претерпевал их издевательства Он не оставил ни одного дома, ни один путь, ни одного человека в этом городе Которого бы он не призывал к Аллаху Несмотря на это, они настаивали на своем куфре Не веря в Аллаха, были упрямы и возгордились Аллах внушил Юнусу бин Матта После того, как он призвал их к Аллаху И проявлял в этом большое терпение Конец твоего народа наступит через три дня Если они не уверуют в Аллаха Им осталось три дня Либо они уверуют в Аллаха Либо на них снизойдет наказание Юнус пришел к своему народу Увещевал их и напоминал им об Аллахе Он сказал О люди, до того, как Аллах погубит вас, осталось три дня Либо вы уверуете в Аллаха Либо с вами произойдет то, что с теми, кто был до вас Либо вы уверуете в Аллаха Либо на вас не спустится наказание, которое погубит вас всех Несмотря на эти слова Они продолжали настаивать на своем куфре У прянстве и гордыне Они сказали Делай, что хочешь, Юнус Мы не поверим тебе В это мгновение Юнус А.С. разозлился на свой народ Потерял надежду на то, что они уверуют и последуют прямым путем И ушел от них в гневе Сожалея о том наказании, которое их постигнет Когда Юнус А.С. выходил от своего народа и покидал Ниневию Те, кто оставался в ней, не верили в Аллаха А.С. Внезапно его народ почувствовал сожаление Что на них не спустится наказание Они поняли, что обещание Аллаха истинно И что через три дня они погибнут Они почувствовали раскаяние И обратились к Аллаху Они отделили животных от их детенышей И те начали истошно кричать Люди вышли из своих домов Обращаясь к Аллаху В тот момент все плакали Все призывали о помощи Аллаха Все они обращались к Аллаху Чтобы наказание не было неспослано И тот, кто избавляет от беды И неспосылаемого наказания Это Аллах У них есть только Аллах Воистину это Аллах Обо всем этом Юнус не знал Он вышел от своего народа Гневаясь на них Однако все они уверовали в Аллаха Покаялись И Аллах отвратил от них наказание Ни одно селение не уверовало так Как селение Юнуса Ниневия Находящаяся в Масульском районе Ирака Все селение полностью уверовало Беда не случилась И наказание не было послано Аллах дозволил им пользоваться мирскими благами И принял их покаяние При покаянии необходимо раскаяние Все селение плакало Люди кричали и обращались к Аллаху Они просили его о помощи Они уверовали в Аллаха Страшась наказания И Аллах спас их Он спас народ Юнуса И все они уверовали в Аллаха Юнус вышел от своего народа Гневаясь на них и сожалея Почему они не поверили ему Он же призывал их Напоминал им об Аллахе Он вышел из Ниневии И направился к морю Он покинул свой народ после того Как им был отпущен срок в три дня После чего на них должно было не спуститься наказание Ни один из них не уверовал в него Он отправился к морю Чтобы совершить переселение ради Аллаха Чтобы доносить людям Живущим на земле об Аллахе Он поторопился в вынести приговор своему народу Юнус достиг моря и сел на корабль Этот корабль был до отвала заполнен людьми и багажом Юнус алейиссалям сел на корабль Чтобы переплыть море Они вышли в море и наступила тьма Когда стало совсем темно Волны начали биться друг от друга Ветер усилился Корабль трясся под напором волн Люди начали плакать и кричать Что происходит? Корабль сейчас утонет со всеми людьми Которые на нем находятся Люди испугались Среди них был пророк Аллаха Юнуса алейиссалям Он сел на корабль Заполненный людьми Волны становились все сильнее и выше Ветер также усилился И корабль затрясся Одни за другими Они начали сбрасывать за борт Вещи из багажа Чтобы корабль не пошел ко дну Однако Он оставался в таком же опасном положении Тогда они сказали Делать нечего Пожертвуем одними людьми Чтобы другие спаслись Кем пожертвуем? Они сказали Что надо бросить жеребий Люди смотрели на море На окружающую их Кромешную ночную тьму Возле корабля Плавали большие рыбы Кто осмелится Выброситься за борт Кроме того Кто желает смерти Они сказали Необходимо Чтобы один из нас Спустился в море Никто не хотел Покинуть корабль Тогда нужно кинуть жеребий Кому выпадет жеребий Тот должен будет Спуститься за борт Первый, второй, третий Четвертый И так далее Пока изначально Переполненный корабль С оставшимися на нем людьми Не будет в безопасности Люди начали бросать жеребий Пока не наступила очередь Юнуса Алейиссалям Жеребий пал на него Юнус понял Что он является целью И начал готовиться Выброситься за борт Люди сказали ему Нет, Юнус Потерпи Ты человек праведный Нравственный Подожди Мы хотим еще раз Бросить жеребий И вот Во второй раз Жеребий опять падает На кого? На Юнуса Это почти невозможно Однако Именно это И случилось тогда В тот день Юнус сел на корабль По ошибке По ошибке Он покинул свой народ В тот день И вот Жеребий Второй раз Падает на него Он снял рубашку Люди сказали Нет Подожди Мы кинем Жеребий В третий раз Но и в третий раз Жеребий падает Опять На Юнуса Алейхиссалям Воистину Именно ты И имеешься в виду О Юнус Цель не корабль И те кто на нем Нет Это ты цель Юнус снял одежду И кинулся в море В ночную мглу Юнус Алейхиссалям Бросился в море И Аллах Внушил это темноте И волнам Чтобы ветер прошел Волны кончились И корабль спасся Что касается Юнуса То Аллах Внушил рыбе в море Отправляйся к этому пророку Проглоти его Но не ешь мясо И не ломай кости Его проглотила рыба И вот Юнус Алейхиссалям Очутился в чреве рыбы В темноте ее внутренности В тьме моря И ночи И решил Что умер Он пошевелился Внутри рыбы И когда понял Что он все еще жив Сделал саджду Земной поклон Аллаху аззаваджаль Во чреве рыбы Он сказал Господь мой Господь мой Я делал тебе саджду В том месте Где никто до меня не делал Ни один из людей Не делал тебе саджду В таком месте Я же сделал это место Местом поклонения тебе Юнус Алейхиссалям Человек в рыбе Подумал Что Аллах Не притеснит его И когда он сидел Во тьме ночи Море и рыбы Вдруг услышал голоса Что это за голоса Господь мой Что это за голоса В морских пучинах Он услышал Удивительные голоса Аллах Сказал ему О Юнус Это морские рыбы Воздают мне хвалу Делают тасбех В этой темноте Он слышал Как рыбы Прославляют своего Господа В этот момент Юнус сказал Нет божества Кроме тебя Он вспомнил Самые великие слова Нет божества Кроме тебя Пречистый Воистину Я был одним из беззаконников Юнус Алейхиссалям Признался Своей ошибки В своем упущении Он поторопился Со своим народом Юнус раскаялся И обратился К Аллаху Аззаваджаль Он часто повторял Тасбех Он говорил Нет божества Кроме тебя В ночной тьме В трех мраках Во мраке рыбы Море и ночи Он произносил Эти слова Эти слова Поднимались вверх Восходили К низшему небу Затем Ко второму Третьему И туда Исходят Благие слова Пока не достигли Ангелов Находящихся рядом С их господом Ангелы услышали Голос раба Который говорил Аллаху Нет божества Кроме тебя Ангелы сказали Господь Господь Мы знаем этот голос Однако не знаем Откуда он исходит Он идет Из какого-то Странного места Аллах сказал Ангелам Разве вы не знаете Чей это голос? Ангелы сказали Нет О Господь Мы не знаем Аллах сказал Воистину Это голос Моего раба Юнуса Бин Матты Они сказали О Господь Разве ты его не спасешь? Он ответил Да Я спасу его Субтитры сделал DimaTorzok Юнуса Алейиссалям Оставался в чреве рыбы Поминая лишь одного Аллаха Так бывает с верующими людьми Когда мир сжимается вокруг них Когда их постигает беда и печаль Они поминают лишь одного Аллаха Что касается Юнуса Алейиссалям То он поминал Аллаха И до рыбы И в рыбе И после рыбы Всю свою жизнь Всю свою жизнь Он держал крепкую связь с Аллахом Он поминал Аллаха Поклонялся Ему Прославлял И совершал намаз Если бы он не был таким То остался бы в чреве рыбы До судного дня Верующий человек Верующий человек Все время поминает лишь Аллаха Азаваджаль Потому что это поминание Успокаивает сердце Если человек в тюрьме В колодце В пещере Если враги окружили его Если болезнь убивает его То с поминанием Аллаха Его сердце учащается И успокаивается Юнус Алейсалям Продолжал находиться в рыбе Ему могло не хватить воздуха Его мог замучить Голод и мрак А он продолжал поминать Аллаха Он поминал Аллаха Пока Аллах Не разрешил ему спастись И утешиться Каково было это облегчение После того Как он находился В чреве рыбы Как Аллах освободил Юнуса Алейсалям Из этих трех мраков Каким будет это избавление И как оно случится Аллах Нушил рыбе Которая поглотила Юнуса Твоя задача завершена Отпусти Юнуса На берег моря И рыба Так и сделала Юнуса Алейсалям Иля шапы Ильбахар Юнуса Алейсалям Выбросила на морской берег Он чувствовал себя больным Говорили Что он был сильно истощен Кожа истончилась И он был больным И подобным цыпленку Только что Вылупившемуся из яйца Так описывает Юнуса Алейсалям Когда он находился на берегу Солнце светило ему в голову Он был выброшен на берег Ни живым Ни мертвым Его постигла болезнь Истощение И слабость Мы не знаем Сколько он находился В чреве рыбы Но он был пророком Аллаха Аллах спас его Потому что он был Одним из поклоняющихся Поминающих Аллаха Если бы он не воздавал Хвалу Аллаху То не вышел бы Из рыбьего живота Он поминал Аллаха Он был выброшен на берег Солнце светило в голову Оно могло убить его Болезнь Также могла привести К его кончине Как и голод Что он будет делать сейчас Как Юнус спасется Когда он попал на берег Аллах взрастил над ним Целое дерево Это было тыквенное дерево Аллах моментально взрастил Тыкву над его головой Почему? Потому что у тыквы Большие широкие листья И Юнус мог бы находиться В их тени И потому что у нее есть плоды Которые бы он мог есть И которые бы дали силу Его изможденному телу Юнус алейхиссалям Начал есть тыкву Ежедневно к нему приходила газель И он пил ее молоко Он пил молоко И ел тыкву Лежал в тени дерева И Аллах хранил его Мы выбросили его на открытую местность И он был болен И взрастили над ним тыкву Так Аллах спас его Господь спас его от печали От тьмы Почему? Потому что он восхвалял Аллаха Был верующим И совершающим поклонение Аллаху Юнус алейхиссалям Пил и ел Его тело постепенно укреплялось Пока к нему не вернулась Была и сила Зачем все это произошло с Юнусом? Зачем Господь сделал так Что его выбросили из корабля? Потом его проглотила рыба После чего он провел внутренние дни? Потом зачем Аллах спас его? Зачем Аллах укрепил его тело? Знаете ли вы зачем? Аллах хотел научить Юнуса Вернись, о Юнус Куда вернуться, о Господь? Вернись, Юнус К своему народу Возвращайся к ним Зачем мне нужно возвращаться к ним? Знаете ли вы зачем? После того, как Юнуса креп Он отправился в свой город В Ниневию Который он оставил на куфре Никто тогда не верил в Аллаха Им был дан срок в три дня Наверное, на них уже было не способно наказания Зачем мне к ним возвращаться? Зачем мне идти к ним? Когда никто из них не ответил на мой да'ват Когда Юнус Вернулся к своему народу Знаете, что он там увидел? Он обнаружил, что весь город Сто тысяч или больше Все они уверовали в Аллаха Аззаваджаль Весь город? Да Весь город уверовал в Аллаха Мы отправили его к ста тысячам Или даже больше того Никто из этих ста тысяч Не остался на куфре Случалось ли такое С каким-нибудь другим пророком? Почему это случилось с Юнусом? Потому что он был правдив Со своим Господом Однако ошибся Поторопившись выносить приговор Своему народу И пророки тоже люди Адам, алейхиссалям Поел с запретного дерева Юнус поторопился Со своим народом Когда же он вернулся То обнаружил Что все селения Полностью веровал в Аллаха Сто или более тысяч Аллах Аззаваджаль Хотел научить пророков И людей после них Чтобы они не торопились Списывать свои народы Со счетов Юнусу Алейхиссалям Он обратился с мольбой К своему Господу И тот спас его Избрал И сделал одним из праведников Пусть никто не говорит Что он лучше Чем Юнус бин Матта И что он терпел Нет По своей мудрости Аллах захотел Чтобы с Юнусом Случилось то Что случилось Возможно Это нужно было для того Чтобы научить его Или его народ Или научить нас В наше время Мы перелистываем Страницу рассказа Об одном из пророков О Юнусе Алейхиссалям В следующей серии Соизволение Всевышнего Аллаха Мы поговорим Об очень важном пророке Которого звали Муса Алейхиссалям Мы будем говорить о нем В течение нескольких серий Рассказывая о том Что происходило Между ним и его народом Каким было положение людей В тираническом королевстве Фараона В то время Как Аллах Отправил к ним Этого пророка И что случилось Муссой Фараоном Ибану Исраиль Такова будет тема Нашего разговора В следующей серии Инша Аллах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok